Тёплое место для уволенного коррупционера. Одесский университет внутренних дел приютил бывшего начальника Николаевской полиции. Более того, специально для него в учебном заведении создали новую должность. Все подробности этого карьерного роста расскажет Андрей Анастасов. Июнь прошлого года. После громких коррупционных скандалов в Николаевской области с подачи Петра Порошенко свою должность из-за бездействия в борьбе с преступностью теряет глава областной полиции Виталий Гончаров. Я возвращаюсь к министра внутренних справ и шефа национальной полиции звільнити голову полиции области. Но уже в ноябре Гончаров появляется в Одессе и становится проректором Госуниверситета внутренних дел. На сайте указано обеспечивает взаимодействие с полицией, властью и общественностью. Журналисты, правда, выяснили, эта должность в УЗЕ чудесным образом появилась ровно за два месяца до назначения Гончарова. Мы подозреваем, что эта должность могла быть заранее создана, учреждена специально для него. На запрос журналистов официально ответили. Зарплата бывшего начальника полиции от 20 до 40 тысяч гривен. Работа якобы разъездного характера. Дескать, Гончаров все время в движении. Это означает, что должность фиктивная. То есть он ее занимает, но по факту его найти нигде невозможно. Но зарплата капает. Искать Гончарова отправляемся и мы. Где Виталий Васильевич? Что он делает? Полицейской науке это неизвестно. В данный момент не знаю, где находится. Я некомпетентно рекомендовать. Извините. В фойе университета встречаем ректора ВУЗа Ивана Катеринчука. Хотим узнать, какие функции у секретного работника. Но ректор будто воды в рот набрал. Здравствуйте, можете вы прокомментировать? Интересно, что не так давно Иван Катеринчук и сам был главой областной, тогда еще милиции, только Одесской. Вот что по поводу университета говорит бывший милиционер, а ныне общественник Владислав Сердюк. Одесский университет внутренних дел это такая достаточно интересная организация, как бы сказать помягче, отстойник для некоторых сотрудников милиции, которые хотели, например, от чего-то спрятаться или пересидеть какие-то смутные времена. Нам удалось дозвониться до Виталия Гончарова. Он говорит, находится на больничном в Николаеве. Интервью, по крайней мере, пока давать не собирается. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.